Привет, меня зовут Арсений Петров. Складные смартфоны выходят пачками. Какой купить, бог его знает. Кажется, нашел для вас один из лучших вариантов, который сегодня есть. Самый мощный, один из самых тонких, легких и стильных, да еще и с камерой неплохой. Так что погнали распакуем и все выясним. Тема в том, что я реально сам себе захотел складной смартфон. Прошел смотреть, что сейчас на рынке есть. Вот мне, ребята, дали Xiaomi Fold новый. Есть еще вот такой Honor. Все бы хорошо, но у меня почему-то душа лежит к концерну Oppo Vivo OnePlus. Oppo сегодня вообще делает очень классные мобилы. Там есть, например, Oppo N3 складной, есть еще OnePlus Open. И обе они прям крутые. У них классная многооконность, там все хорошо, но, к сожалению, себе их покупать не стало, из-за того, что там процессор устаревший. Snap 8 Gen 3 в 2024 году, как будто бы уже не хочется. И вот тут выходит вот такая вот игрушка. Vivo X Fold 3 Pro. Самый производительный, вообще первый складной смартфон на рынке с новой платформой Snapdragon 8 Gen 3. Очень тонкий, легкий, весит всего 236 граммов. И мне кажется, что вот он-то и будет основным претендентом на покупку для того, чтобы вот в этом году наконец понять, что такое смартфон складной. И зачем он вообще нужен. Посмотрите видос, может вам понравится. Он, кстати, не рекламный, это чисто личное мнение. Так что все будет у нас сейчас с вами хорошо. Открываешь. Так. Вот уже хорошо стало. Отлично. Здесь вот пальчик в дырочку суешь. Вот эту штуку открываешь. И видишь сразу фантастику вообще. 120-ваттный адаптер питания в комплекте. Еще раз. 120-ваттный. И пацаны! Это наконец-то произошло. Угадайте, что здесь? C. USB-C. Слава тебе, господи. Я уже не знал, доживу ли я до момента, когда компании перестанут в коробку класть вот эти допотопные провода USB-A на C. Здесь C-C. Все мы, мужчины, любим C-C. Поэтому здесь все как положено в этом плане. Значит, в этой коробочке у нас, по идее, лежит что? У нас лежит чехол. Чехол вот такой вот. Он, ну, кстати, да, нормас. Смотри, типа под кожу, понимаешь? Здесь вот такая сгибающаяся часть. То есть, закрывать будет еще и боковую сторону телефона. Внутри что-то вроде карбона. И выглядит не как какая-то заглушка, пока ждешь свой нормальный чехол с Алиэкспресса. С этим уже можно будет ходить. И вот где начинается лакшери. Ну, пацаны, смотри. Значит, карточка X Fold 3. На этой карточке, наверное, есть деньги на всякие движения, чтобы залетать в чайхану и там сидеть со своим складным Vivo X Fold 3 Pro как человек. Бог его знает, что на этой карточке, скорее всего, это типа подлинность и какие-нибудь, может, дополнительные сервисы. Тут QR-код. Понятное дело, в России они работать не будут. Но ничего. Самое главное, что у нас телефон в коробке. А с остальным разберемся. Так. Vivo X Fold 3 Pro. Значит, сразу по корпусу. 5,2 миллиметра толщина в разложенном состоянии. Это ничего вообще. 236 граммов весит этот мобила. Он суперлегкий. По первым же впечатлениям, он прям вообще пушинка. Ну, то есть, настолько легкий, насколько это вообще возможно. Ну, вот Honor, пожалуй, весит плюс-минус столько же. Именно по ощущениям. В цифрах не помню. Но, блин, он прям тоненький. В сложенном состоянии это 11,2 миллиметра. Короче, наконец-то мы получаем уже не вот эти вот франкенштейновые истории. А нормальный, тоненький, удобный даже в сложенном состоянии смартфон. При этом еще и превращающийся в планшет. Но у меня основная претензия к ним в том, что они никак не могут допилить софт. Вот, пожалуй, только у Samsung это получилось. И сейчас потихоньку получается у концерна BBK. Ну, который делает Oppo, OnePlus и так далее. Там и многооконность звонкая появилась. Уже можно несколько окон открывать и их там настраивать как хочешь. Именно этого мне в складных мобилах не хватало. Надеюсь, что здесь все это будет прям чинно. Открываешь. Элитарно, согласен. Ну и вот он. Ой-ой-ой. Сразу, сходу. Мне очень нравится, что не стали огородить всякие истории с материалами. Здесь просто матовое стекло. Здесь у нас написано CASE. Потому что один из важнейших плюсов этого телефона, он работает на новом сенсоре Omnivision OV50H. Такой же, насколько я знаю, сейчас будет стоять в Huawei P70. А Huawei всегда с точки зрения фотовозможностей заморачивались. И это нам говорит о том, что Vivo продолжает даже в складных телефонах свою вот эту телегу с топовыми камерами. Я вам их уже показывал сколько даже не вспомню. И каждый новый смартфон Vivo и Oppo фоткает ну прям на запредельно хорошем уровне. То есть я даже беру Samsung, он так уже не умеет. В портретные съемки это вообще запредельный флекс. И здесь наконец-то, и вообще в целом в индустрии, поздравляю нас всех, кто по каким-то причинам не покупал складные телефоны из-за того, что у них камеры плохие, вся эта история начинает сдвигаться с мертвой точки. И теперь складные смартфоны можно брать даже тем, кто очень любит снимать на телефон. Потому что раньше мы из-за этого страдали. Ну вы понимаете, да? Там у тебя есть Samsung Ultra, а есть Fold, у которого камеры в несколько раз хуже. Здесь уже немножко не так. Ну и смотрим, значит, по каким критериям оценивается складной смартфон. Во-первых, это стекло. Оно здесь нереально тонкое, инновационное, запредельно. И я вот честно вам скажу, уже вообще не вижу вот этой складки. Да, под определенным углом она заметна. На ощупь... Но это надо быть очень таким, знаете, прям вот... Ну вы понимаете, да, ситуацию? То есть надо прям прицеливаться, прям продавливать, чтобы заметить эту складку. Но чисто вот так смотришь ее, как будто бы здесь, Женя, ты что там видишь? Тебе видна складочка? Видна тебе складочка? Женя, худей. Нет тут никакой складочки, все здесь замечательно и отлично. Значит, включаешь? Сделал вибромоторчик, сразу скажу, какой-то Абдристеный. Ну старого поколения. Вообще противоположная с OnePlus'ом история, где нормальный новый вибромотор, 700 плюс сценарий вибрации. Здесь с вибрациями, к сожалению, у нас история такая. Себя, да? Вы понимаете. Включается. Ну что ж, во-первых, шарнир топовый, дораскладывается сам, замирает вот в таких положениях. То есть если вы хазбик, можно использовать это как ноутбук. Замечательно, да? Но тем не менее, вот фиксируется. Пожалуйста, чуть ли не 90 градусов прям держит. Даже вот так, даже вот так. И вот только здесь. А нет, тут вообще он не доводится. Представишь? То есть его можно открывать вообще как хочешь. Это мне и нравится. Если вы продаете мандулу, которая складывается на две части, то дайте мне возможность складывать ее, как я хочу, вообще во все стороны. Ну и, естественно, 8-дюймовый гигантский 120 Гц экран. И здесь у нас 6,5-дюймовый 120 Гц дисплей тоже. Телефон настолько удобный, что им, правда, можно пользоваться в сложном состоянии, как обыкновенным смартфоном. И это одно из самых главных преимуществ вот этого вот фолда. Но в сравнении с конкурентами, я смотрю, что и Xiaomi плюс-минус такой же по толщине, правда, потяжелее. И Honor вот этот, Porsche дизайн, он даже тоньше, да, смотри, чем Vivo. По весу они примерно одинаковые. Вот именно так мы и будем ходить в 2024 году, любители складных смартфонов. Все, сейчас я это все настрою под себя и расскажу, что это за история такая. Короче, складные смартфоны, наконец, становятся компактными и полезными даже для работы над большими задачами на ходу. Сел в кафе, открыл и сидишь как с планшетом. Ну, кайф вообще. Кстати, если вы уже придумали свой следующий проект, самое время арендовать под него сервер у моих друзей в Selectel. Особенно круто, что сейчас заказать выделенный сервер можно со скидкой до 35%, потому что Selectel запустили акцию «Аукцион серверов». Это аукцион, но наоборот, потому что цена не повышается, а снижается с каждой секундой. Ежедневно появляются готовые конфигурации с хорошей скидкой, а если вы не нашли подходящую, оформляйте заявку и предлагайте ее для аукциона. Иногда скидка бывает даже больше 35%, но такие выгодные предложения быстро разбирают, поэтому лучше не ждать до последнего. Как и всегда у Selectel, готовые конфигурации уже есть на сайте, они собраны и готовы к работе буквально через несколько минут после оформления. А если у вас индивидуальные требования и задачи, то собрать собственный выделенный сервер можно в пару кликов. Размещайте на выделенных серверах Selectel свой интернет-магазин, любой онлайн-сервис или приложение. Все подбирается под любые мощности и бюджеты. Разумеется, все серверы соответствуют стандарту 152ФЗ, федеральному закону о персональных данных. В общем, не теряйте времени и прямо сейчас переходите по ссылке в описании и ловите выделенный сервер по лучшей цене. Ну а мы продолжаем видос. Перед тем, как смотреть на Origin OS 4, я уже не могу, все, я запутался, потому что у Oppo одна система, у OnePlus другая, а потом еще есть какая-то фантач, тут Origin, с ума сойти. Но они все плюс-минус одинаковые по функциональности, поэтому стоит ожидать вот этих новейших фишек для работы с большим экраном и здесь. Но давайте сначала по железу прогоним. Как я и сказал, Snap 8 Gen 3, это значит, что вы покупаете ультра-убер-флагман, наконец-то этот процессор в складные смартфоны приходит. 16 гигов оперативки, 512 либо терабайт флэш-памяти и самый жир начинается дальше. USB 3.2 Gen 2, быстро воткнули диск, перекинули с молниеносной скоростью все файлы, отлично. Как я и сказал, 8-дюймовый экран, разумеется. И еще аккумулятор на 5700 мАч, точнее батареек тут две. То есть у нас, наконец-то, в тонком вот таком компактном и легком форм-факторе появился жесткий, емкий, нормальный аккумулятор, которого нам с вами по идее будет хватать на долгое время. По дизайну мне на самом деле скорее нравится, чем нет. Очень он такой скромный, нарисован прям простенько, но при этом не притягивает внимание какими-то странными деталями. Обычный, дженерит, нормальный складной телефон для сегодняшних дней. Есть из фишек здесь даже переключатель звука, представляете, правда он однопозиционный в отличие от OnePlus, да, да, все вот туда и сюда. Но переключатель есть, огромный блок камер, потому что она здесь хорошая, и в целом-то даже больше и заострить свое внимание не на чем. Два сканера отпечатка пальцев, причем прикиньте, я настроил отпечаток на вот этом большом экране, и он сохранился и перенесся прям сюда. То есть я прикладываю палец на внешнем, и все разблокируется, очень удобно. И теперь давайте к главным фишкам, собственно, операционной системы, потому что мне очень нравится, что китайцы сделали в последнее время. Во-первых, они нарисовали нормальные, адекватные иконки и продумали интерфейс так, чтобы им было не только удобно, но еще и весело пользоваться. Значит, смотри, у нас здесь внешний экран, да, все вот эти вот приложения, вот мы их листаем, вот тут такие-то виджеты, сякие виджеты, потом мы берем, открываем. И по сути, у нас здесь то же самое. То есть не надо настраивать как два отдельных телефона, внешний и внутренний дисплей, синхронизация контента происходит бесшовно. То же самое касается с любыми приложениями, если мы их открываем здесь, потом сворачиваем, они у нас должны, по идее, открываться и на вот этом экране. Может быть, это можно где-то настроить, а что ты, дурак, что ты завистый, алло, ты пьяный, куда, вот, ну, короче, по идее, должно вот так работать. Типа, вы открыли хром вот здесь, открыли экран и хром переносится вот сюда. Но самое интересное, что я хочу потестить, это многооконность. Появилась ли она здесь? Очень надеюсь, что да. Берем, значит, хром. Как ей пользоваться? Давай разбираться. Я пока еще этот новый интерфейс для складных телефонов не видел, честно вам скажу. Ну, подожди, ну, родной, ну, я ж тупенький для таких вот мега-функций. Вот, смотри, сплит-скрин раз, потом берем, допустим, экран, не знаю, там, Play Store, потом берем... Нет, все, только вот так. Как третье окно добавить? Подожди секундочку. Ты что хочешь сказать, что здесь этого нет? Можно во внешнем окне, можно вот так. А как добавить еще одно приложение? Слушайте, походу сюда не завезли главные фишки, из-за которых я хотел OnePlus и OPPO. Там можно открывать три окна, сколько хочешь. Можно листать вот эти вот рабочие площади. То есть у вас вот так два приложения. Здесь еще одно. К сожалению, на Vivo этого пока нет. То есть лучший по железу и по всем параметрам складной смартфон по софту пока отстает от своих же братишек, которые далеко вперед ушли именно с точки зрения удобства использования большого дисплея. Ну, хер бы с ними. Жалко. К сожалению, может быть надо обнову какую-то накатить. Но вряд ли. Пока, видимо, вот эта операционка отстает от того, что делают, собственно, в таких же других телефонах. Но давайте посмотрим. Значит, у нас, в принципе, как я и сказал, все быстренько, все плавненько. Интерфейс привычный. Он максимально удобный. Здесь вот этот быстрый доступ. Панелька мне нравится. Здесь у нас рабочий стол с красивыми всякими виджетами. Очень удобно переносить иконки. Смотрите, допустим, у вас шесть рабочих столов. Вы берете вот эту шляпу, переносите сюда, и она, соответственно, добавляется на экран. Но при этом у вас раз экран, два экран, три экран, четыре экран. То есть вы видите, да, логику? Не один большой, а все это делится на два блока, чтобы потом переноситься на внешний дисплей. По играм. Ну, как вы понимаете, производительность здесь супер топовая. Понятно, я думаю, что это именно флагман, несмотря на то, что он тонкий, вы будете играть долго и играть на максималках. Genshin, запускаешь, поехали. Вообще никаких вопросов нет. Максимальный графон, максимальный FPS. Все прям четенько здесь отрабатывается. Более того, игру можно даже свернуть в окно. Я, честно, не знаю, зачем вам сворачивать игру в окно, но здесь это можно сделать. Китайцы угорают прям бешено. Такое чувство, что у них есть отдельный кабинет, где разрабатываются никому вообще никогда ненужные функции. Но сюда они добавляются и, слава богу, нам же телефон нужен для того, чтобы угорать. Вот здесь вы можете угорать только в путь. Ну и смотрите на интерфейс в целом. Значит, есть какой-то игровой режим, есть фишки искусственного интеллекта. Я пока не очень разбираюсь и не понимаю, зачем они нам нужны. Плюс ко всему, они, скорее всего, локальные. Это не глобальная версия телефона, потому что здесь не было Play Store. Куча всякого китайского говна установлено, приложений непонятных. Экран настраивается. Яркости у него, кстати, 4,5 тысячи нет. Он очень хорош с этой точки зрения. Вот так. Есть Always-On Display на здоровье. И вот, смотрите. Походу, это надо было включить. Нет? Multi-Window Display for Apps. Тут какие-то вот эти китайские. Toi Tao, Weibo, Dian Pink. И это все, что можно настроить в отдельном Multi-Window Display для приложений. Ну, хорошо. Давайте откроем, например, вот этот Diapink, где он есть. Ну, в принципе, на этом, походу, все. Потому что многооконность здесь совершенно классическая, стандартная. Нельзя, как на Samsung, добавить несколько. И нельзя, как на тех же Oppo добавить несколько. Но, может быть, это в ближайшем обновлении появится. Нормальный был смартфон. Вот потенциально прям хороший. Взяли, всрали многооконность. И даже теперь рассказывать нечего. Понимаете? Я прям сюда ехал. Думаю, поскорее бы уже распаковать. Потому что самому хотелось. Сам выбираю себе. Ну, блин, смотрел, читал. У остальных вот эти многооконность. Туда все. Взяли, всрали. Не добавили здесь. И даже и рассказывать, по сути, нечего. Сделаем, говорят, такие. Самый мощный складной телефон. Супер инновационный. Легкий, тонкий. Долго работает. Прям огонь. А фишек тебе не дадим нифига. Почему так? Опять же, один концерн. Молочка для андроида, которая просто называется по-разному. Чего им мешало сюда вставить так нужную фишечку вот эту с окнами? Я не понимаю. То ли она доступна. Тут прям есть отдельное меню для складных устройств. Flex Mod. А, ну вот смотри, Женя. Flex Mod это когда ты, значит, берешь приложение, складываешь телефон. И оно у тебя на два разделяется. Типа снизу у тебя док и всякое такое. Сверху у тебя, соответственно, основной экран. Дальше еще, что для складных устройств у нас есть. Умный второй экран. Можно, когда телефон повернут, автоматически он будет переключаться на второй дисплей. Ну, давай попробуем. То есть, вот так вот берешь его типа. И у тебя содержимое отображается на втором экране, на внешнем. Очень удобно. Где-нибудь в самолете сели. Вот так вот открыли. И киноху смотрим без вот этих дебильных чехлов с ножками, с подставками какими-то. Супер, отлично. Об этом подумали. Дальше, что еще у нас есть? Global Task Bar. Вообще. А, ну это фолдовая фишка. У вас док всегда открыт внизу. И вы имеете быстрый доступ к приложениям. Спасибо. Удобно. Супер вообще. Причем даже можно настроить. Можно сделать его прозрачным, чтобы не мешал. И можно немножко заливки добавить. Вот это мне тоже нравится. А, вот, даже вот эта настройка есть. Когда ты закрываешь экран, у тебя содержимое. Вот, смотрите. Раз. И открывается на втором дисплее. Если вы переживаете за защиту своих данных и хотите всегда через пальчик, да, так сказать, попадать в телефон, можете эту штуку отключить. Но вот здесь я вам и могу, наконец-то, это показать. Вот так, бесшовность. Раз. Бесшовность 2. Просто док меняется, количество иконок. И все. Остальное точно так же, как вы настроили вот на этом большом дисплее. Правда, удобно, молодцы. И вот это мультивиндол дисплей для приложений. Но я, честно, не очень понимаю, что это значит. Типа, наверное, можно открыть два одинаковых приложения. Типа, если вы продавец и очень много переписываетесь с клиентами с двух аккаунтов, можете сюда навернуть два телеграма и сидеть общаться. Тут ты Люся для своих, а тут ты служба поддержки ООО, продюсерский центр. Ну, короче, вы поняли. В остальном, вот, все, на этом складные фишки заканчиваются. Но зато, зато, смотрите. Берешь вот так. Берешь, открываешь, допустим, Play Store. Я не знаю, зачем вам это может понадобиться. Но вот такая история с делением экрана на два в режиме типа ноутбука. Опять же, ноутбук для хазбика. Замечательно. Берем вот здесь, открываем Play Store. А здесь у нас прям тачпад и появляется мышка. Я же говорил, что это ноутбук для хазбика. Ты видел когда-нибудь такое? Ну, может, где-то есть. Но я прошляпил. Смотри, у тебя прям тачпад с мышкой. Ты кликаешь и открываешь. Можно двумя пальцами вот так вот листать. Что-то сворачивать. Охренительно. Плюс еще какую-то громкостью управлять. Это у нас тот самый, как он назывался? Тачбар. В макбуках, которые оттуда выпилили. Вот они успешно взяли и добавили сюда настройки яркости. Можно уведомления какие-то вызвать. Перейти еще в парочку настроек вот здесь. Это называется Flex Mode. Flex это хорошо. В Vivo есть Flex. Мы это официально с вами выяснили. Ну, забавно. Вот тут точно не хватает многих окон. Пока не забыл, давайте посмотрим на чехол. Вот так его надеваешь. Ну и, соответственно, боковая грань защищена. Верхняя защищена наполовину. Типа тебе хватит. Ну и, в принципе, вот эта нижняя пластинка. Да, а верхняя часть не защищена никак. Но с чехлом мне не нравится. Вот эта идея закрыть шарнир. Она вроде и прикольная, но немножко так похрустывает. И туда будет, я уверен, забиваться всякая пыль, грязь. И вы этот чехол, скорее всего, снимете. Плюс пользоваться телефоном становится не очень удобно. Потому что вот эта мандула под пальцем, она прям мешает. Тут у тебя был тонкий легкий аппарат. А тут у тебя еще какая-то вот выступ его хочется прям коверять. Короче, нет. Чехол, наверное, не для всех подойдет. Это только потому, что молодой. Почему? Фигон. Так это же не книжка. Прям как книжка. Нет, стоп, Женя. Не путай. Если бы это был чехол-книжка, чтобы у него еще на экране была вот эта вот. Да? Телега. Слушай, ну тут ты можешь только вот так делать. Антистресс, понимаешь? Но это не чехол-книжка. Это не легитимный чехол для посещения садовода. Вообще не получится так сделать. Только вот так. Так что не. Женя, молодость тут ни при чем. Это просто наоборот. Я помню чехол-книжки. Еще кобура вот эта была на ремне. Вот это был флекс. А это что? Позерство какое-то для малолеток. Еще открывается стрел. И вообще тут даже петельки нет для того, чтобы его повесить на грудь вот так ходить. Что ты мне рассказываешь? И еще Женя, вот он сейчас снимает, глазками-то не видно, а камера у нас видит все. Говорит, что вот этот экран шимит гораздо сильнее, чем внешний. То есть они с точки зрения его толщины стекла, там и технологии со складкой поработали. Но шим здесь, скорее всего, действительно еще пока не побежден. В отличие от внешнего дисплея, который нормально, да? Не шимит. Ну вот смотри, внешний и вот внутренний. Шимит? Не шимит. Отлично. Ну а теперь самое главное. Это камеры. Потому что их здесь несколько, как я вижу, три. Есть основной 50-мегапиксельный сенсор, есть телефотообъектив. Правда, только с трехкратным зумом. Но зато цейсовская оптика и амбиции Vivo стать одним из лучших, а то и вообще лучшим производителем фотокамер в смартфонах. Я считаю, что надо брать, выходить на улицу и прямо тестить. Потому что это, ну, интересно. Ну что, вот они. Те самые знаменитые оппа-вивовские портреты последнего поколения. Очень кинематографичные, имитирующие съемку на настоящую камеру с большим объективом. Ну и вы видите, что да, косяки есть. Особенно на ходу. К сожалению, ни один смартфон не научился справляться с правильной обтравкой людей в движении. Но в целом, если вот вы со мной согласитесь, то я уверен, что это очень хорошее качество. Можно сделать вот даже такой вот слёдкий портретик в себя. Ну а если вы на телефото будете снимать повседневные вещи, то получится какое-то говно, как с 5-мегапиксельного телефона 2007 года. Все цвета плывут. Резкость какая-то запредельно сумасшедшая странная. Вообще всё это выглядит прям как с дешёвой мыльницей начала нулевых. Но если мы с вами переходим в обычный 1X, 2X, 3X режим, то цвета опять же начинают радовать. Правда, они чуть более кислотные, чем я ожидал. Но для уличной фотографии, для классических дневных сценариев, конечно же, Vivo подходит. И в целом я действительно могу назвать его одним из лучших фотосмартфонов в складном классе. Его правда стоит брать, если вы любите фотографию. Дневная съёмка прям идеальна. Вот стандартные обычные сценарии. Есть ещё разные портретные такие вот фотки. Очень драматичные, согласитесь. Но это всё очень прикольно. Потому что именно Vivo и Oppo угорают вот по этому режиму с имитацией разных там объективов, размытий и так далее. Чё бы это в своём смартфоне не заиметь. Конечно, есть ещё к чему стремиться. Вот эти все кинематографичные фото пока получаются красивыми по сути и смыслу. Но технически очень слабенькие. Цвета какие-то фиолетовые. Одним словом, китайские не нравятся. Но в целом камера 9 из 10. Прям зачёт. Так, а это у нас проверка видео 4K60 и записи звука. Вот я стою где-то в полутора метров от мобилы. Давай, попрыгаем. Фокус. Есть фокус? А так фокус. А вот так фокус. Ну, короче, вот. И вот деревья. И синематик. Видео тоже проверяем со звуком. Ну, вот смотрите, как он отправляет меня. Если я там пальцы расставлю, руки подвигаю туда-сюда. Вот, короче, вот так подойду. Прилетел апдейт. Origin OS 4. 714 мегабайт. Чё-то оптимизировано. Чё-то сделано. Из фишек есть ещё вот такой сайдбар. Здесь можно последнее приложение какие-то хранить и открывать быстренько. Плюс такое вылетающее окно для доступа к каким-то функциям. Например, там, быстрый перевод и так далее. Но в целом интерфейс, к сожалению, совершенно обычный, стоковый. Прям стандартный. Вот как на всех китайских складных телефонах, за исключением нового поколения. И это обидно. Потому что даже для себя я Vivo X3 Pro хотел рассмотреть как покупку. Потому что мне дико не хватает в складных смартфонах вот этой многооконности. Жалко, но окей, может быть это появится чуть позже. По итогу Vivo X Fold 3 Pro очень хорош с точки зрения железа. Это один из самых мощных современных флагманов в складном формате, который сегодня на рынке есть. Он действительно амбициозный. Он подойдёт многим, кто хочет жирный флагман, но при этом, чтобы он ещё и складывался. Он очень симпатичный. Не броский, но достойно выглядит. Я прям представляю, что мужчина, уважаемый, может совершенно спокойно его себе купить. И ходить решать какие-то бизнес-вопросы. Мне нравится вот этот переключатель режимов звука. Мне нравится, как он собран. Нигде не скрипит, не хрустит. Охренительный совершенно шарнир, я уверен, тоже надёжный. Отсутствие складки как таковой. Чуть-чуть на ощупь есть. Но на вид её заметить очень сложно. Максимум вам на камеру видно. Вот так в жизни смотришь вообще не обращаешь на неё внимания. Когда экран включён, её не замечаешь в принципе. И это ещё один смартфон Vivo. Это компания, которая в последнее время делает очень годные штуки. Это бренд, которому люди доверяют. Это бренд, который не отстаёт, а чаще всего и превосходит своих конкурентов. В особенности в возможностях камеры, которые здесь тоже появились. И это прям плюс. Вот такой вот Vivo X Fold 3 Pro. Я его мог назвать лучшим из всех. Я очень ждал, что он заменит Oppo N3. Который я, к сожалению, не хочу покупать. Опять же, из-за старого процессора. Всё это здесь появилось, кроме софтверных фишек, которые, я надеюсь, тоже добавят. И вот тогда уже можно будет брать и говорить, что лучше этого на сегодняшний день нет ничего. Он удобный, он приятный, он красивый, он хорош. Но чего-то не хватило. А так, в принципе, топ-мобила, если рассматриваете, то, наверное, можно даже спокойно брать. Это был Арсений Петров. Распаковка и вот такой быстрый обзор Vivo X Fold 3 Pro. Спасибо. Пока пойду делать бизнес. Складный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова